Всем привет! В этом видео я расскажу про установку второго ряда сидений в нашем полноприводном доме на колесах. Итак, на Авито были куплены вот такие вот сидения. Давайте сначала я расскажу про их плюсы. Во-первых, это сидения именно с новой машины, то есть они не были в эксплуатации. Во-вторых, здесь есть два встроенных ремня безопасности, что очень важно для нас. В-третьих, здесь есть изофикс для крепления детских кресел. У них кожаные подголовники, кожаные вставки по бокам. Сами сидения съемные, крепятся они к таким вот коротеньким полозьям. При необходимости их можно просто снять, вытащить на улицу и, что называется, помыть из шланга с водой. Я искал изначально сидения шириной не более 100 см, они оказались чуть-чуть шире. Вот здесь вот видно, что ширина составляет 107 см, что в принципе не так уж много. Собственно, это тоже можно отнести к плюсам, так как для детей, которые тут будут сидеть, будет все-таки больше пространства по сторонам. И еще один важный плюс, это удобный угол наклона спинки. У тех сидений, которые крепятся внутри кабины, сдвоенное пассажирское сидение, у них все-таки прямая спинка. А здесь, как видите, даже двоим взрослым будет достаточно удобно путешествовать. Теперь, что касается минусов. Угол наклона спинки у них не регулируется, поэтому, как видите, они займут больше места внутри машины. Также у сдвоенного сидения кабины спринтера имеется достаточно удобная тумба для хранения разной мелочевки под ним. А здесь, как видите, ее нет, то есть придется изобретать какие-то ящики, чтобы использовать внутреннее пространство для хранения вещей. Изначально они крепятся вот в эти ребра жесткости. То есть одно углубление по центру и второе углубление рядом с ним. Собственно, казалось бы, что самым простым было бы установить полозья именно в эти углубления. Но в таком случае у нас сидения сдвигаются вбок еще на 8 сантиметров от стенки. И вот здесь вот, между кухонным модулем и краем сидения остается проход 22 сантиметра. Как вы понимаете, в таком случае расстояние будет очень маленьким и мне между ними уже придется протискиваться. То есть это будет неудобно при ежедневной эксплуатации. Собственно говоря, единственный выход это сдвигать край сидений вплотную к вот этой вот стенке. Что я сейчас и сделал. Как видите, передние сидения у нас завода оснащены поворотными механизмами. Поэтому тут получается вот такая вот достаточно уютная кают-компания на четверых. Таким образом, мы плавно подошли к самому интересному моменту, а именно точкам крепления сидений. Ведь казалось бы, что может быть проще, чем зафиксировать большую массивную конструкцию на абсолютно ровном полу микроавтобуса. Дрель в помощь и вперед дело отверстия. Но разумеется, просто так в этой машине ничего не бывает. Передние точки крепления. Заглянем под днище. Переднее левое крепление находится в свободном доступе и будет располагаться где-то вот здесь. Доступ к переднему правому креплению тоже имеется. Он будет расположен позади кардана, между ним и топливным баком. С передними точками крепления разобрались. Теперь поговорим про задние. Тут все существенно веселее. Во-первых, заднее левое крепление просто висит в воздухе. То есть вот здесь нет ребра жесткости. Выходит сбоку от топливного бака. Попадает четко на эту силовую балку. А заднее правое крепление у нас точно так же приходится на край ребра жесткости, как и спереди. Оно у нас выходит точно под тот болт, крепящий карданный подшипник. И мало того, еще и тросик ручника проходит именно здесь вот. Оно у нас попадает вот на эту вот балку. С ним, конечно, и возникают основные сложности. Собственно, исходя из всего вышесказанного, крепление сидений к полу в внештатных точках представляется не такой уж и простой задачей. К моей великой радости, задние точки крепления сидений чудесным образом совпали вот с этой линией между двумя штатными буксировочными проушинами. То есть сейчас я собираюсь их выкрутить, заместо них прикрутить стальной профиль, который я сегодня купил, а уже на него прикручивать задний ряд сидений. Наметил на профиле первое отверстие под болтом 8, теперь осталось дать стране немного стружки. Продолжение следует... Первый раз в жизни при сверлении стали нигде не накосячил с размерами. Собственно, остается подвинуть сиденья назад и примотать их крепление прозрачным скотчем вот к этому бруску. На этом все. Надеюсь, видео вам понравилось. До новых встреч! Отметил на профиле два будущих отверстия подкрепления салазок сидений. Салазок сидений. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...